Запретить строительным организациям шуметь по воскресеньям. С инициативой внести изменения в республиканский закон о тишине вышла региональная служба строительного, жилищного и технического надзора. Александр Карепин пообщался с теми, кто строит, а еще узнал мнение жителей республики. Дома хочется отдыхать, выспаться после рабочей недели или наоборот лечь пораньше, накануне понедельника и новых трудовых подвигов. Это место, где каждый человек хочет и должен чувствовать себя максимально комфортно. Но тут, как назло, то перфоратор за стеной, то громкая музыка и танцы до утра. Договориться между собой соседи зачастую не могут. Вот и жительница Ухты после безуспешных попыток наладить взаимоотношения с особо шумными жильцами по соседству решила обратиться за помощью к главе коми. Попросила рассмотреть вопрос об изменении закона о тишине. Добрый вечер, Владимир Викторович. Вновь приходится обратиться к вам за помощью, так как в прошлый раз без вас мой вопрос не решился бы. На протяжении двух месяцев живу со звуками дрели, перфоратора, и несмотря на позднее время, выходные дни и перерыв с 13.00 до 15.00, согласно закону о тишине, на неоднократное обращение в управляющую компанию на шум и грязь, вопросы игнорируются и остаются без рассмотрения. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть изменения в законе о тишине хотя бы в выходные дни. Заранее спасибо. Глава коми Владимир Уйба вопрос без внимания не оставил. Поручил разработать законопроект службе стройжилтехнадзора. Задача – обеспечить покой и тишину жителей республики не только на протяжении всего воскресенья и в нерабочие праздничные дни, но и с 7 вечера в субботу. Жители к новой инициативе пока отнеслись по-разному. Это хорошо. Надо, чтобы поменьше было суммы. А вам часто мешают соседям? Бывает, да. Я сама тоже на стройке работаю, но все равно это очень мешает отдыхать. Знаете, если в субботу и в воскресенье перекрыть эту лавочку, то когда ремонтироваться? Светивы хорошие. Конечно, тишины хотелось бы. Насчет субботы я не уверена. Чем быстрее ремонт сделают, тем лучше. То есть здесь мера, наверное, нужна какая-то. А так? Хорошо будет тишина. Инициатива хорошая. Будет ли работать? Непонятно. Ну, вообще-то я всегда затешу. Поэтому хорошо. Пока по действующему закону нарушение тишины и покоя людей не допускается только с 10 вечера до 7 утра в будни и с 10 вечера до 9 утра в выходные и нерабочие праздничные дни. Есть еще так называемые тихие часы. С часу до трех. В этот период запрет распространяется только на ремонтные работы, переустройство или перепланировку. При внесении изменений в закон мы предусмотрели только изменения, касающиеся проведения громких строительных работ. По другим видам шума изменения не внесены. Но уже сегодня мы видим, что люди обращаются, в том числе и в наш адрес, с предложениями предусмотреть запрет на иные шумы, такие как громкая музыка, шумные компании и так далее. Как и в любом законе, в новом проекте есть послабление. Авторы поправок учли все нюансы. К примеру, ограничение не будет действовать, если ремонтные работы производятся в новостройке. Это позволит привести квартиру в порядок в кратчайшие сроки, не нарушая закон. Как говорится, чем быстрее, тем лучше. Предлагаемые изменения, запреты не касаются новых домов со сроком эксплуатации до двух лет. По остальным домам ремонтные работы можно проводить в будние дни до 7 часов утра до 10 часов вечера и в субботу с 9 часов утра до 19 часов. Хотела обратить внимание на то, что запрет касается именно шумных, проведения шумных строительных работ. Специалисты стройжилтехнадзоров пояснительные записки отмечают. При подготовке проекта проанализировали информацию Всемирной организации здравоохранения. Длительное воздействие шума, превышающего 55 дБ, может стать причиной серьезного ухудшения состояния здоровья. Особенно воздействие шума токсично или сильно поражает людей старше 50 лет. Когда у них имеются уже возрастные изменения, нарушения слуха, и при воздействии шума у них наступает бессонница, нарушение сердечно-сосудистой системы, нарушение, допустим, тревожности у них появляется. Длительное воздействие шума сказывается и на качестве сна. А это за собой тянет и ухудшение состояния психологического здоровья, снижение трудоспособности и плохую успеваемость, проблемы в семье. Люди должны отдыхать, а организму важно качественно высыпаться. Конечно же, дома мы хотим отдыхать, мы не хотим слушать, как за стенкой у нас сверлят или стучат. И когда мы приходим, мы хотим расслабиться, отдохнуть, привести свое эмоциональное состояние в баланс, чтобы на следующий день, соответственно, приготовиться к рабочему дню. Настроиться на него, подготовиться морально, физически, психологически, конечно же, выспаться в конечном итоге, поскольку именно сон у нас способствует тому, что силы восстанавливаются. Авторы поправок отмечают, принятие изменений в закон о тишине не только позволит людям лучше восстанавливаться после трудовой недели, это приведет и к положительным изменениям в социально-экономической сфере региона. Хорошо отдохнувший человек по умолчанию более счастливый, а значит, и все вокруг него спорится. Пока проект закона на стадии общественных обсуждений. Чтобы он вступил в силу, нужно набрать как можно больше голосов за.